Щелковские депутаты провели очередное 39-е заседание Совета. На нем был рассмотрен вопрос о бюджете городского округа Щелкова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Финансовый документ, определяющий основные направления бюджетной и налоговой политики, был подготовлен в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством и прогнозными планами социально-экономического развития муниципалитет. Бюджет у нас традиционно уже принимается и реализуется на три года. На следующий год, это основной год, он сохранит свою стабильность, надежность, ликвидность. У нас все расходные обязательства обеспечены доходными источниками, долговых обязательств бюджет не имеет, поэтому в будущий год мы смотрим с оптимизмом. В соответствии с бюджетным планированием, общий объем доходов на 2022 год составит 11 миллиардов 400 миллионов рублей, расходов 12 миллиардов 239 миллионов. На 2023 год объем доходов составит 10 миллиардов, 217 миллионов расходов 10 миллиардов 747 миллионов. На 2024 год, соответственно, 9 миллиардов 443 миллиона и 10 миллиардов 347 миллионов. Люди должны все комфортнее, все лучше жить, и для этого принимается бюджет развития. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы возможностей было больше, потому что есть переходящие проблемы. Но мы знаем, как их решать. На заседании также был рассмотрен вопрос об утверждении порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. К нему относится находящееся в собственности городского округа служебное жилье. Это жилые помещения в общежитиях, в маневренном фонде, а также предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Также жилплощадь предоставляется лицам, включенным в специальный перечень. Это учителя, медики, участковые, уполномоченные и другие работники муниципальных предприятий и организаций. В документе разъясняется, что претендовать на получение служебного жилья может любой житель округа, но не ранее, чем через пять лет после подачи им заявления на право включения в категорию нуждающегося. На заседании депутатов ознакомились с внесенными изменениями в документ после его проработки в профильной комиссии совета. Дополнена статья по 20.1, представляющая органы местного совправления, красных вопросов права на предоставление сотрудников, измельчающего должность в участковом нарушении полиции, членами его семьи жилок помещения на период заключения сотрудников указанных в должности. Внесены также изменения в статью 103 жилищного кодекса, рекомендущие порядок усилия граждан из специализированного жилищного фонда, в частности категории граждан, которые не могут быть виселены, в служебное жилок помещение и жилок помещение в проживке. В документе, принятом на заседании Совета депутатов, полностью прописана процедура предоставления служебного жилья в муниципалитете. Есть в нем и порядок перевода жилья из служебного в приватизируемое. Ознакомиться с документом можно будет на сайте администрации округа и в муниципальной прессе. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok